В гости к братскому народу в любое время, да без пересадок. Ульяновцы совместно с белорусской авиакомпанией планируют запустить прямой рейс до Минска. Недавно делегация чиновников посетила столицу Республики Беларусь. Дмитрий Вавилин изучил инфраструктуру Минска. Глава города на семи ветрах был впечатлен. В первую очередь, конечно, бросилась в глаза идеальная чистота. На улицах, во дворах, на общественных пространствах, в парках, скверах. Просто идеальная чистота. Конечно, это очень бросается в глаза. И мы стремимся к наведению такого же порядка в нашем городе. Между Белоруссией и Ульяновской областью зреет и деловой союз. В республике открылась дочерняя компания ульяновского предприятия «Металлоконструкция». Дорожные ограждения и осветительные приборы уже выпускают на новом заводе. А в Ульяновске планируют закупать у белорусов комплектующие для автомобилей. И патриотическая составляющая в отношениях между Россией и Белоруссией прослеживается. Талантливых школьников представители власти хотят отправлять в Минск на экскурсии. В год по 500 юных делегатов. Если прямой рейс появится, его будут субсидировать. Далее он станет самоокупаемым. При спокойной геополитической обстановке через Минск можно будет полететь и дальше, в другие страны. Но это пока что на уровне планов и обсуждений. Если улучшится ситуация международная, то Минск можно будет рассматривать как трансферный аэропорт для дальнейших стыковок уже в международных направлениях. Губернатор предложил организовать два рейса в неделю до Минска и обратно. Главное решить все технические моменты, ведь связи уже налажены. Руководство Ульяновского аэропорта ведет переговоры с компанией Белави. Решаются организационные вопросы. Прямой рейс Ульяновск-Минск пока что в планах. Но местные власти твердо решили укреплять международные отношения. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.